Ну вот, не спящие продолжаются, и мы решили, что в компании не спать веселее. Не знаю, зачем я так сейчас сказал, но впервые за полтора года так я подвелся к началу разговора с гостями. А тем временем у нас в гостях Антон Бильжо и Данил Стеклов. Антон Бильжо, режиссер картины «Амбивалентность», которая вышла на экраны буквально сегодня, 28 числа. А Данил исполнил одну из главных ролей. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое. Давайте посмотрим трейлер, может быть, а после этого обсудим, о чем фильм. Давай пошли в машину. Что, случилось что-то? Знакомьтесь, моя мама Катерина Сергеевна. Очень приятно, Петр. Слушай, а ты когда целишься? Ты кем себя представляешь? Я. Жалкий, ныл, вечный посмешник. Скажи, откуда в тебе столько самоуничижения? Чего ты так себя не любишь? В совокуплении вообще нет ничего, кроме совокупления, вот и все. И какое-то значение ему придает чувство. Он мне вообще давно рассказывал, что мама в музее работает. Приходи, послушайте. Интересно. Ну, и правда, интересно. Ты кого-нибудь любил в этой жизни? О чем картина? Что там происходит? Два будущих психиатра? Ну, таких уже молодых психиатров, это ординаторы, они после мединститута уже становятся психиатрами, могут лечить, в принципе, да. Вот два друга живут, живут, а потом один из них влюбляется в маму второго. То есть вот у них случается там некое событие между ними, в общем, секс случается, да. Некое событие. Некое событие, если это можно назвать событием. Ну, для многих это событие. Для кого-то это такое. А для кого-то нет, конечно. Ну, да. И возникает такой странный любовный треугольник, когда психиатр пытается разобраться со своими чувствами. Картина получила в Выборге на фестивале «Окно в Европу» приз за режиссуру. Савва Кулеша. Да, имени Савва Кулеша. И про нее там очень много спорили, конечно, по крайней мере из того, что я слышал от коллег. Я не был на Выборгском фестивале. Как вы нашли актеров на главной роли? Вы про Данилову, я так понимаю, что Данилову сразу имели в виду, вы где-то об этом говорили. Да, да. Даню я увидел в фильме «Близкий», мне очень понравился. И сразу, читая сценарий, я его представлял. Егор Морозов, исполнитель второй роли главный, он пришел во время кастинга. И там был довольно большой кастинг. Как-то он очень хорошо эту сложную роль сделал. И Ольга Цирсон, третий исполнитель главной роли, она, собственно, и продюсер фильма. Один из продюсеров там, Ася Темникова и Ольга Цирсон. Вы взяли Ольгу по каким причинам? Довольно странный выбор брать продюсера, если это не актриса на одну из главных ролей. Ну, собственно, мне предложили снимать сценарий, где уже, в общем, предполагалось, что будет играть Оля. Я такой скайп-кол сделал с ней, послушал, посмотрел на нее. Мне показалось, она очень подключена к истории и как-то очень лично ее воспринимает. И я понял, что это можно, это возможно, это интересно сделать. И согласился. Данил, а вам не... Ну, вы не расстроились, что ли, что вам опять предлагают играть роль, ну, не самого равновешенного человека. И не самого, может быть, положительного персонажа. Это, наверное, самый популярный вопрос. Конечно, у вас все должны брать спорта, потому что у вас абсолютно положительная энергетика. Когда на вас вот так смотришь, думаешь, боже мой, ну как же. Так вот удивительно, я в театре, на самом деле, играю все время каких-то положительных героев. А в кино так получилось, вот каких-то негодяев, коррупционеров, злодеев. Я вот сегодня вывел такую теорию, может быть, я сам по себе такой человек плохой. Может быть. Думаю, что я хороший, а на самом деле я плохой человек. То есть в жизни вы... И поэтому так получается, что я вот играю все время плохих людей. А на самом деле это не так получается. Это я сам по себе. Надо, наверное, поработать над собой как-то... А вы ходили в психиатрическую клинику, когда готовились к роли? Нет, не ходили, потому что у нас режиссер Антон Бильжо, он в этом деле ас, спец, он собаку съел. У него известный папа, психиатр. Андрей Бильжо? Да, и как бы вот нам хватало Антона. И у нас было много консультантов, которые нам подсказывали, помогали всякие термины психиатрические. И вообще как бы... А в психиатрическую больницу, знаете, мне кажется, что туда просто так вот посмотреть не пустят. Ну я ходил, я ходил. Поэтому я и спрошу. Я ходил, конечно, чтобы посмотреть, как... У тебя связи просто. Ну у меня связи, да. У меня связи. Вообще, конечно, сложно попасть, но мне показали, чтобы достоверно все выглядело. То есть все действительно достоверно, да, с этой точки зрения? Ну мы постарались, да, чтобы было похоже. А сценарий, вы об этом тоже говорили, что вы впервые снимали не свой сценарий, потому что вы обычно привыкли сами писать, а вот вы как будто за какое-то короткое время впрыгивали в эту работу. Какие ощущения испытываешь, когда вроде бы сам все время... Ведь когда пишешь сценарий, очевидно, представляешь, как он будет визуализирован. А как здесь? Это тоже такое попадание в другую личность? Немножко быть Джоном Малковичем? Да, очень похоже. Да, залезаешь просто в голову других людей и начинаешь там обустраиваться как-то. Было, да, очень интересно. Сценарий режиссеров они писали для себя, потом они его продали продюсерам, и продюсеры уже предложили мне. И надо было с их авторским замыслом как-то работать и внутри находить свои темы. И да, это был очень интересный процесс. Я почувствовал себя вот только режиссером. Обычно я чувствую себя вот автором, а тут я был режиссером. Да, вы и есть режиссер. Почему вы был? Вы и есть режиссер. Ну да, ну да. Данил, вы мне сказали перед входом в студию, что ждете, что кому-нибудь должен наконец-то не понравиться уже фильм. Всем нравится, да? Ну так не скромно, конечно, говорить про наш фильм, но получается, что да, как-то я вот ни одного плохого отклика не слышал. Это как-то настораживает. Прямо мы ждем, что мы готовы, в принципе. Мы наточили кинжалы с Антоном, зарядили пистолет и отстреливаться. Но пока вот как-то всем он заходит. Я сегодня прочитал, что вы, оказывается, были отобраны еще когда были студентом к участию в картине «Географ Глобус Пропел». Вы должны были играть одну из главных ролей там. Но вас не отпустили из мастерской, да? Да, это очень печальная история, такая грустная. Мой мастер Константин Аркадьевич Райкин, которого я обожаю, считаю его своим учителем, главным, основным. Мастер курса моего. И это было на третьем курсе, по-моему, у меня Велединский, который снимал эту картину, утвердил на роль Градусова, вот этого парня, хулигана в школе. А я читал роман и вообще, ну, как бы, так загорелся. Ну, естественно, это первая работа. Я вообще могла после этого карьера. И мы выпускали «Ромео Джульетту», где я играл «Ромео». И вот на две недели меня Константин Аркадьевич не отпустил улететь. В Перми, по-моему, это в Перми снималось. Да, в Перми. Вот он меня отпустил полететь сняться, о чем я грущу до сих пор. Грустите, да? Ну, конечно. Ну, во-первых, мне этот фильм очень нравится. Мне очень нравится это произведение, мне нравятся это режиссеры, все актеры, которые там снялись. И, ну, жалко, что это не получилось. А вот как сейчас в театре у вас строится работа? Вы вольны сказать, что, вы знаете, у меня вот съемки в амбивалентности, например, да, ребят, вы извините, я там не могу или не... Спокойно к этому относятся. Ну, вы знаете, никто... Это можно на «ты», если вы думаете. А их там в Амбхате, ну, человек 200, наверное, уж. Поэтому это все как-то очень аккуратно заранее обсуждается с нашей репертуарной частью. Приходишь, отпрашиваешься на коленях, заползаешь в кабинет с конфетками, с цветочками, с бутылочкой вина. Пожалуйста, мне вот посниматься. Очень хорошего режиссера, отпустите. А то вы не ходили просить за Данила, нет? Это очень обижаются режиссеры. И вообще, когда кто-то, кроме артиста, к ним приходит отпрашиваться, никогда так не делайте, не отпрашивайте, чтобы третьи лица кого-то просили. Этого не бывает. А где вы снимали? Все, в Москве? В Москве, да, один день мы снимали одну смену в Петербурге. Просто мы хотели снимать в музее Пушкина, и даже там было то, что нам нужно, вот этот огромный Давид, но там было сложно получить разрешение, в результате снимали здесь. А вообще в магазин пластинок виниловых, сцена, это питерская локация. В Москве не нашлось. Ну, просто, да, в один день. Ну, по пути мы ехали уже на вокзал, на Сапсан. Давай быстро снимем. Вы знаете, я как-то не задал этого вопроса, а должен был бы это сделать, а почему вы взялись вообще за этот сценарий? Ну, это не самое развлекательное кино, будем честными. История, которая в нем рассказывается, ну, я допускаю, что она жизненная, может быть, для кого-то, но не самая расхожая, да, это там не классический равнобедренный любовный треугольник, а какая-то история с таким подвыпадвертом довольно жестким и с максимальным, мне кажется, накалом страстей, который только может быть. Как вы за это взялись? Почему? У вас была какая-то мотивация? Ну, конечно, я нашел в этом какие-то свои темы, которые вам не отзывались, и мне захотелось это сделать. И как-то героев я узнал, как своих близких людей, я почувствовал в них что-то родное и подумал, да, я хочу вот эту историю снять. Родное, потому что папа ваш психотерапевт? Ну, еще тема психиатрии, это еще одна причина, почему мне хотелось туда залезть, как бы залезть немножко вот в молодость папы, там, понять, как там как-то устроено. Папа вам не сказал, да, так и есть, или нет? Ну, у нас как раз я ему показал сценарий, он там прочитал, сказал, сделал некоторые замечания, например, там были герои моложе, он сказал, что это люди должны быть старше, какие-то еще были у нас разговоры, потом дал несколько своих друзей, психиатров, коллег, которые мне помогали, консультировали. А потом у нас был еще один человек, тоже консультант в прикрепленной картине, Артем Слюсарев, очень много чего там подсказал нам. Данил, что самое сложное для вас было в этих съемках? Обычно этот вопрос задают, но, как правило, ответы на него разные, тем не менее. Ну, это отвечу прозаично, наверное. Самое сложное было холод, потому что это было много натурных сцен, а все сцены в помещении, это вот психиатрическая, собственно, больница и квартира, это вот больницы мы снимали, это заброшенная больница, там не было отопление, а играть надо было, как будто ты в здании с отоплением, понимаешь, да? И в квартире тоже, мы вообще там голышом бегаем, там было холодно, просто как будто по улице бегаешь. А что ж, не нашлось колорифера какого-нибудь для артистов? А что такое колорифер? Это такой отоплительный прибор. Нет, были, но оно все как бы шумит, это же просят выключать на дубль, и мало помогает. А так, наверное, ну вот эротические, откровенные сцены. Конечно, мне кажется, мне они были гораздо легче, чем моя партнерша Ольге Цирсон, но это все равно некая ответственность. Ты же как мужчина пытаешься тоже, как джентльмен, взять часть ответственности на себя, и это такая непростая штука. Тут мы с Антоном много готовились, обсуждали досконально. И, кстати, сняли, после первого дубля вдруг Антон сказал, вот сцена секса в лифте, там есть такая завязка. Он сказал, стоп, снято. Я говорю, как, мы даже как-то это, типа, она долго еще, она идет без остановки, 8 минут таким как бы одним. А вы разрезали как-то лифт, да, чтобы... Ну да, там чуть-чуть такие независимые склейки. Да, прямо вот на лифтовом заводе стоял лифт, ходили рабочие, мы так заградились, и там происходило в кабинке. И в итоге мы просто упросили его, ну давай хоть еще пару дублей, ну как-то, что-то, как-то так долго-много готовились, и один раз сняли. А, наверное, ведь, я, почему-то мы об этом ни с кем никогда не разговаривали, а, наверное, этому же не учат в театральном институте, откровенным сценам, да, нет же такого, ну есть сценическое движение, нет, ну понятно, то есть есть дисциплина, да, там есть движение, есть, не знаю, там, драка, есть какие-то каскадерские истории, да, фехтование раньше было, там, верховая езда, а этого нет. Вообще нет, да. Могло бы быть. Это как-то, знаешь, это как-то происходит внеучебное время обучения этому всему. Хотя... В общаге там или... Это понятно, да, да. Это понятно, что... У кого где. Сейчас мы встаем на тонкий лед, но мы не провалимся, друзья, потому что здесь, в городе, на Неве, мы знаем, как легко уйти с тонкого льда. Антон, как вам кажется, если в трех словах вообще про что эта картина? Ну, не про сюжет, а вообще про что она? Ну, там, мне кажется, что это про необходимость друг друга понимать как-то. Вот там каждый живет немножко в своих иллюзиях, в своей капсуле. А история про то, что надо искать общий, мне кажется, общий язык какой-то героя, потому что катится к некоторому такому финалу и не могут ничего с этим сделать, потому что они не могут поставить себя на место соседа. мне так кажется. А вам, Данил? Сложно после режиссера, я понимаю. Ну, да, поддержать его. Ну, что мы все в этом мире, на этой шарике земном, все по-своему сумасшедшие, каждый по-своему ненормальный, и что, как бы, в принципе, нет нормальных людей, все амбивалентные, миром правят амбивалентность. Я тоже где-то говорил, что когда поставится какая-то точка, мы придем к какой-то гармонии или как-то, то тогда земля, наверное, перестанет вращаться. Поэтому пока мы в сомнениях, в амбивалентности, в каком-то поиске, в движении, наверное, мы живы, как это прекратится. Вот видите, и здесь у нас, на самом деле, совершенно амбивалентная ситуация, потому что у Антона одно мнение, у Данила совершенно, ну, не совершенно другое, но другое. Амбивалентность, мы об этом почему-то не сказали, это термин не из химии, потому что в химии это бивалентность, а амбивалентность — это термин как раз из психиатрии, и это один из признаков шизофрении, да? Правильно я? Первый признак. Так считалось, да. Не знаю, сейчас считается или нет. Ну, так или иначе, в общем, так или иначе, картина, видимо, о разном. 28 числа, то есть сегодня прошла ее премьера, поэтому вы, пожалуйста, отправьтесь в кино и посмотрите фильм. Я уверен, что не только создателям будет это приятно, вообще это очень будет правильное решение. Мы на этом заканчиваем программу «Неспящий». Спасибо вам большое, что вы нашли для нас время. Данил Стеклов и Антон Бильжо были в нашей студии, мы говорили о картине «Амбивалентность». С вами мы тоже прощаемся. Подпишитесь на социальные сети телеканала 78, там наверняка будет что-нибудь важное, интересное и, возможно, амбивалентное. До свидания, увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова